Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитический контент с прицелом на конкретные рекомендации технического анализа и фундаментальный новостной фон по разному спектру финансовых активов, поэтому думаю, что вы точно найдете информацию по интересующему вас инструменту. Также мы всегда открыты к предложениям, если есть особое желание с вашей стороны увидеть контент по активу, который вы не нашли в нашем канале. Обязательно передавайте фидбэк либо через комментарии к постам, которые мы там размещаем, либо через ваших персональных менеджеров. Ну что ж, друзья, сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов по английской экономике. В 7.00 по GMT выйдут данные по рынку труда Англии. Соответственно, этот отчет имеет для нас значение, потому что с некоторых пор мы сфокусировались на небольшом количестве рисковых инструментов, особенно после того всплеска интереса к ним, который возник в конце прошлой недели на фоне данных по инфляции. И раньше мы шартили эти рисковые активы, после отчета по инфляции пришлось немного пересматривать свои ожидания по портфелю, и я отказался от продаж европейской валюты. Но фунт еще остается в моем портфеле, потому что мне кажется, что британская валюта слишком высоко забралась на данный момент, учитывая, что впереди очень важное событие для всей английской экономики, которое изначально интересно тем, что оно может вызвать крайне негативную реакцию общественности. Это публикация бюджетного плана. 17 ноября мы ждем, собственно, представления проекта бюджета от Министерства финансов Англии Джереми Ханта. И я полагаю, что ближе к концу недели мы можем получить очень серьезную волну распродаж британской валюты с потенциалом ухода пары фунт-доллар снова поближе к поддержке 1,15. Сегодняшние данные, которые выйдут по рынку труда, это дополнительный триггер еще раз взглянуть на английскую экономику с точки зрения адекватных реалий, которые заключаются в том, что английская экономика один из самых главных аутсайдеров европейских стран, скажем так, возьмем в кавычки, но вы поняли, о чем я говорю. И в свете последних данных, прогнозов Банка Англии, реальной ситуации с инфляцией, в свете политического кризиса, который по-прежнему продолжается, невероятного дефицита бюджета, который нужно будет покрывать страны, что фунт вообще смог забраться так высоко. Также сегодня в 10.00 по GMT в эти данные по УП еврозоны и бизнес-оптимизм от Зью Германии, но поскольку евро я пока что брал в паразапас, скажем, торговых инструментов, эта статистика мне не особо интересна, но если она интересна вам, хочу отметить, что вряд ли мы увидим сегодня какие-то сюрпризы по показателю УВП, это уже финальная оценка за третий квартал, в годовом выражении, скорее всего, будет рост на 2,1%, к этим цифрам мы уже были готовы после предварительной оценки, в квартальном выражении рост будет максимум на 0,2%. А вот по бизнес-оптимизму Зью, скорее всего, мы увидим плохие цифры, которые могут стать локальной причиной снижения позиций европейской валюты. Что касается индекса доллара, 106.75 пунктов мы видим сейчас в наших терминалах. Доллар пока не может оправиться от того нокаута, который был оказан со стороны данных по инфляции в конце прошлой недели и основной госпотребительской цены, базовая инфляция, как мы все прекрасно помним, продемонстрировали снижение существеннее, чем ожидали эксперты. И более низкие значения по инфляции позволили участникам рынка предположить и задумываться о том, действительно ли есть какая-то острая необходимость у Федрезерва, чтобы и дальше также активно повышать процентные ставки, как он повышал их до выхода отчета по инфляции. С этой логикой трудно поспорить, потому что это действительно так. То есть если инфляция растет, мы оправдываем рост инфляции, точнее мы оправдываем агрессивный настрой американского регулятора повышением индекса потребительских цен. Но если индекс потребительских цен замедляется, так почему бы американскому регулятору тоже не замедлили темп ужесточения монетарной политики. Это действительно так, друзья. То есть если инфляция будет системно снижаться, ФРС замедлит темп повышения процентной ставки. Но не нужно путать системное снижение инфляции с каким-то одним отчетом, который вышел в рамках одного лишь месяца. Прежде чем ФРС признать, что инфляция начала замедляться, и, конечно же, все лавры будут подсчитаться ему, потому что именно он поддерживает и заботится о стабильности национальной экономики, должно пройти больше, чем один месяц. Если говорить о канонах экономической, макроэкономической теории, то для Федрезерва это как минимум три месяца стабильного снижения базовой инфляции подряд. Мы три месяца ждать не будем, мы ограничимся двумя, поэтому дождемся в декабре ноябрьских цифр по инфляции, и после этого будем уже принимать решение о том, что делать дальше. Но заранее хочу сказать, что в текущих условиях мы уже выслушали целый ряд представителей американского регулятора, уже голосующих членов, Ларета Мейстер, Мэри Делли, Джеймса Булларда, Уоллера и Бара, который является вице-председателем по надзору комитета управляющих. И все они отмечают, что инфляция все еще очень высокая, с этим трудно поспорить, потому что она в три раза превышает целевой ориентир, а значит, американский регулятор должен повышать ставки и дальше. Мы ждем, чтобы в декабре ставку снова повысить, но, правда, не на 75 байсных фунтов, а на 50. Я могу сказать, друзья, что примерно через 6-7 месяцев, может быть, чуть дольше, если смотреть на долгосрок, индекс доллара будет точно дешевле, чем и ниже текущих значений, возможно, даже существеннее. Но прежде чем наступит этот период времени, нас ждут новые локальные максимумы. Я в этом не сомневаюсь, и они могут быть достигнуты в самое ближайшее время. Еще одну тему, которую я хотел также снова вынести на обсуждение, это выборы в США. Пока что финальных, точных результатов еще нет, но, судя по всему, Конгресс все-таки будет расколот. То есть демократы сохранили с собой контроль над Сенатом, палата представителей отходит под контроль республиканцам. Такого рода явление называется политическим тупиком. Когда такое было в последний раз? В 2011 году при Обаме. И именно расколот Конгресс тогда стал причиной отсутствия долга, отсутствия общего знаменателя, скажем так, единой позиции по очень важным стратегическим вопросам для американской экономики. Этим вопросом в 2011 году стал патолог государственного долга. И обсуждение его, согласование, что его нужно повысить, затянулось больше, чем на полгода. И за этот период времени американская экономика оказалась на грани дефолта. Если вы помните, тот период времени закрывали эти государственные учреждения. Фактически Конгресс был отправлен, органы власти были отправлены на вынужденные отпуска. И это продолжалось довольно долгий период времени. Рейтинговые агентства стали снижать рейтинг США. Тогда рисковые инструменты, фондовый рынок обвалились просто камнем вниз и вырос индекс американского доллара. Американская экономика, мне кажется, за тот период времени потеряла больше, чем 0,8% экономического роста. Если такая же ситуация повторится в 2023 году, то потери будут более значительные уже. И, соответственно, у доллара будет еще один фактор поддержки. Но это так. На перспективу, чтобы вы понимали, к чему может привести расколотый Конгресс в Штатах. Золото, друзья, 1772 доллара за тройскую унцию. Ждем 1800-1810. Я допускаю, что это вообще может случиться в ближайшей торговой сессии. Помимо слабого доллара, снижения доходности американских облигаций, фактором спроса на рынок драгоценных металлов остается кризис на рынке криптовалют. После банкротства в пятницу, биржи FTX и ухода с поста председателя сайта директоров Сэма Бенклэда Фрида. Кризис, скорее всего, в криптоиндустрии продолжится, потому что я уже касался этой темы, что из-за размеров FTX и ее инвестиционных связей с другими компаниями, которые работают в этой индустрии, череда банкротств может затянуться еще на месяц. И каждая неделя может быть крайне удивительно для всех тех, кто следит за криптой, что может с индустрией быть дальше. Потому что после того, как о банкротстве сообщила вторая по влече криптобиржа мира, такого рода явления и последствия могут, конечно же, ожидать уже любую компанию. Поэтому сейчас многие криптоинвесторы выводят средства из цифровых активов, и золото, кстати, является одним из тех инструментов, на которые они обращают свое внимание. Рынок нефти 92.79 сегодня разочаровали данные по промышленному производству. Ироничным продажам в Китае покажет давление на рынок нефти сохраняется, но до тех пор, пока держится поддержка 90 долларов за баррель, переживать не стоит. Биткоин, как я уже отметил, 16750 сейчас котировки, но ждем пробоя поддержки 15000. Доллар и иена пока что не лезем. В принципе, те же самые значения, что и в рамках вчерашней торговой сессии. Если будет рост выше 143-144, то, может быть, рассмотрим снова возможность повторного захода в короткие позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok